Это очень простая и легко понятная идея. Граф — это такая вот конструкция. Она состоит из точек и каких-то линий, которые соединяют эти точки. И мы называем эти точки вершинами графа, а линии — ребрами графа. И понятно, что это просто математическая абстракция. Это просто такая идея. Мы ее можем использовать, чтобы смоделировать что-то. Мы можем придумать, что вершины графов — это какие-то точки в городе. А ребра графа — это дороги, соединяющие эти точки. Или мы можем представить, что точки — это города, а дороги — это авиатрассы. Какие-то маршруты, по которым летают самолеты. И если мы будем изучать эти графы, если мы поймем какие-то свойства этих конструкций, и если мы поймем правила и какие-то алгоритмы, то мы сможем их использовать в реальной жизни на вот тех же вышеописанных примерах. Теория графов началась с Леонарда Эйлера, знаменитого немецкого, российского математика, жившего в XVIII веке. И его заинтересовала городская такая известная задачка в Кёнигсберге. Кёнигсберг — это бывший прусский город, ныне российский Калининград. В центре Кёнигсберга находится остров, ныне он называется остров Канта. И этот остров соединяет с остальной частью суши несколько мостов. В общем, в центре Кёнигсберга есть семь мостов. И вот здесь их не все видно, тут, по-моему, их еще не все достроили, но вот так это они выглядят. И городская задачка звучала так. Можно ли пройти все эти семь мостов, не повторяясь ни на одном? То есть пройти все эти мосты по одному разу, не повторяя ни одного моста дважды. И местные жители пробовали это как на практике, просто гуляли и пытались пройти по семи мостам. Многие пытались это решить на бумаге, но ни у кого не получалось. Ни у кого не получалось пройти все семь мостов, не повторяясь ни на одном мосте, не возвращаясь ни к одному мосту. Естественно, сам факт, что ни у кого это не получилось, еще не означало, что это невозможно. Такие задачи не поддерживались математикой того времени. Не было математических моделей, идей и теорий, которые могли бы описать эти конструкции. Эйлера заинтересовала эта задача, и он как математик решил придумать какую-то математическую модель и понять ее свойства, чтобы можно было однозначно ответить на вопрос, возможно ли пройти по семи мостам Кенигсберга, не возвращаясь ни в один мост. Конечно, рисовать мосты — это прикольно, но Эйлеру как математику нужна была какая-то более формальная модель. Поэтому он сказал, окей, давайте участки суши будут некие точки, а мосты будут линии, соединяющие эти точки. Мы можем смоделировать эту конфигурацию с помощью точек и линий. И у него получилось что-то наподобие этого. У нас есть четыре участка суши, и они соединяются мостами. Вот, например, вот этот участок соответствует вот этому участку. И у него есть три моста. Вот они. Он построил такую абстракцию и попытался найти какие-то свойства вот такой модели. И нашел. Один из выводов, который он сделал, звучит так. Число нечетных вершин, то есть вершин, которым ведет нечетное число ребер, ну или мостов, должно быть четно. Нельзя сделать такой граф, который имел бы нечетное число нечетных вершин. И вы можете попробовать на бумаге. Поставьте нечетное количество точек на бумагу, а потом соедините эти точки линиями так, чтобы в каждую точку приходило нечетное количество линий. И вы поймете, что это сделать не получится. Если все вершины графа четные, то можно, не отрывая карандаша от бумаги, начертить граф. При этом можно начинать с любой вершины графа и завершить в той же вершине. Иными словами, если все вершины графа четные, то по такому графу можно пройти, и по этим мостам можно пройти за один раз и вернуться к тому же мосту и не возвращаться ни в какой другой мост. Граф с более чем двумя нечетными вершинами невозможно начертить таким одним расчерком. То есть граф с более чем двумя нечетными вершинами нельзя пройти так, чтобы не повторять ни одного моста. Так как у нас в этом Кёнигсберге именно четыре вершины, что является больше, чем две вершины, и все эти вершины нечетные, здесь три моста, здесь три моста, здесь три, а здесь пять, это означает, что пройти их все, не повторяясь, нельзя. И это доказано. Давайте теперь посмотрим на что-то более близкое к нам. Мы познакомились с теорией графов. С тех пор она очень бурно развивалась. У графов нашли много интересных свойств, появилось много интересных задач. И графы стали использовать для моделирования таких вещей, как интернет, какие-то обширные сети, где эти вершины могли означать какие-то узлы или серверы или компьютеры. Их также можно использовать для транспорта. Это те же города с трассами между ними. Если каждый из вершин, извиняюсь, если каждый из рёбер добавить вес, так называемый, то он может означать некую цену для перемещения между точками по этому ребру. Это может быть расстояние между точками, это может быть цена на бензин, который нужно потратить, чтобы на машине проехать от этой точки до этой. Это может быть что угодно. Это может быть любая стоимость, которую стоит учитывать. И, имея такую модель, мы можем решать задачи вроде «Как найти самый короткий путь из одной точки в другую?» И давайте попробуем найти самый короткий путь из точки А в точку F с помощью алгоритма Дейкстры или алгоритма нахождения кратчайшего пути на графе. Дейкстра, я скажу, Дейкстра — это знаменитый нидерландский учёный, который занимается теоретической информатикой. Он давно переехал в США, в Техас, если я не ошибаюсь. И это один из, безусловно, великих информатиков современности. Он, если вы посмотрите, он сделал очень многое. Именем его названо много разных алгоритмов и идей. И он очень много пишет не только на научном уровне, но и околонаучном и научно-популярном. Он много рассуждает о информатике, о сложностях, об алгоритмах, о языках программирования. И пишет он очень много всю жизнь. И можно найти, почитать его по статье. Если у вас будет такая возможность, то попробуйте почитать. Это чаще всего очень интересно. Ну так вот. Дейкстра придумал алгоритм нахождения кратчайшего пути между точками. С помощью него можно найти путь, кратчайший путь между всеми точками. Но вот нас сейчас интересует кратчайший путь между точками А и Ф. Работает он следующим образом. Мы начинаем в нужной нам точке, точке начала. И, во-первых, мы всегда содержим где-то на стороне какую-то табличку, какое-то множество тех точек, которые мы уже посетили. И в начале там находится только А. То, что мы с нее начали, мы, считай, ее пустили. Дальше к каждой точке мы добавляем некий суммарный вес. Это тот вес, который необходимо преодолеть, чтобы попасть в эту точку. Ну, давайте будем считать для простоты, что все эти весы — это расстояние. И так как мы еще никуда не ходили, ничего не посещали, мы не знаем, сколько стоит в эту каждую точку попасть. Мы везде поставили плюс бесконечность. Ну, а в А мы поставили ноль, потому что мы здесь находимся. И чтобы отсюда попасть сюда, нам не нужно никуда ходить. Поэтому вес здесь ноль. Следующим шагом нам нужно посчитать вес для всех ближайших соседей, которые мы еще не посещали. Таких соседей три. Это B, C и E. И давайте посмотрим сначала на B. Чтобы попасть в B, нам нужно пройти 4, скажем, километра. Мы сравниваем это число с тем, которое там уже записано. Там записана бесконечность. 4 меньше, чем бесконечность, поэтому мы сюда запишем 4. Соответственно, сюда мы запишем 3, а сюда мы запишем 7. Теперь мы знаем, сколько стоит попасть во все эти точки. И мы можем попасть только в одну из этих трех точек, поэтому мы выберем ту, куда попасть дешевле всего. Дешевле всего попасть в C. Это стоит 3 километра. Мы перейдем в C. Теперь мы посетили C, поэтому мы запишем C в наше множество посещенных точек. И теперь смотрим отсюда. Мы смотрим на все вершины, которые мы еще не посещали. Это B, D и E. Смотрим, сколько отсюда стоит попасть в B. Это 6 плюс 3. Это 9. 9 больше, чем 4, которое здесь уже записано. То есть есть путь из A в B, который стоит 4. Есть путь из A в B через C, который стоит 6 плюс 3. И этот путь 6 плюс 3, 9, он более дорогой, поэтому мы не будем заменять эту цифру. Из C в D стоит перейти 14. Это меньше, чем бесконечность, поэтому тут станет 14. Ну и из C в E будет стоить плюс 8. То есть из A в E будет стоить через C 3 плюс 8, 11. И это больше, чем 7, поэтому мы здесь тоже не будем менять ничего. Ну окей, мы посетили A, мы посетили C. Начиная из A, какая следующая точка самая дешевая после C? Это точка B. Поэтому мы посещаем B, добавляем его в множество посещенных точек, и опять же смотрим отсюда. Все точки, которые являются ближайшими соседями, которые мы еще не посещали. Таких точек только одна, это точка D. И чтобы туда попасть через B, нам нужно потратить 9 километров. И 9 меньше, чем 14, поэтому мы заменим 14 на 9 и продолжим. Нам больше отсюда посещать нечего. Куда дальше идти? Мы посетили C, что стоило нам 3, мы посетили B, что стоило нам 4, и у нас еще доступны 7 и 9. Естественно, следующее это будет число 7, поэтому мы перейдем в точку E, добавим E в наше множество, и смотрим отсюда на все точки, которые мы еще не посещали. Это точки D и G. Перейти в точку D стоит отсюда 7 плюс 2, ну точнее отсюда оно стоит 2, но суммарно из A, потому что мы всегда считаем, сколько стоит попасть в какую-то точку из A. из A сюда стоит попасть также 9, поэтому не стоит заменять. Вот в точку G, забавно, перейти стоит 12, что меньше, чем плюс бесконечность. Поэтому сюда стоит написать 12. Какая следующая точка у нас? Ну, мы посетили 3, 4, 7, у нас есть еще 9 и 12, следующая, естественно, будет точка 9, точка D. Мы переходим туда, добавляем D в множество, и смотрим отсюда. Чтобы перейти в G, будет 19, поэтому не стоит здесь заменять. Вот чтобы перейти в F, будет 11, и 11 меньше, чем бесконечность, и мы дошли до нашей точки, потому что следующим шагом и будет движение в F. После 9, самое ближайшее будет 11. В итоге мы нашли кратчайший путь. Мы поняли, что кратчайший путь из A в F это A, B, D, F. 4, 9, 11. Мы не будем рассматривать псевдокод этого алгоритма, но стоит заметить, что это довольно массивный алгоритм. И, во-первых, тут нету привычного нам N, тут есть два показателя. Этот граф описан ребрами и описан вершинами. У ребера еще есть вес. Также для того, чтобы этот алгоритм работал, нам нужно постоянно держать вот это вот множество посещенных вершин. Ну, не просто туда их записывать и не использовать, а записывать и постоянно просматривать. Каждый раз, когда мы выбираем, куда идти из точки, мы смотрим на то, какие мы точки еще не посетили. Потому что нам нужно идти туда, куда мы еще... точки, которые мы еще не посещали. Поэтому мы очень часто будем обращаться в это множество и искать в нем что-то. Это означает, что если мы просто это сделаем в массиве, то это будет не очень выгодно. На этом примере это сложно увидеть, но представьте, что таких точек миллионы. В следующей лекции мы поговорим о том, какие есть способы для хранения информации, как можно ее вообще структурировать и как это может влиять на то, что мы дальше с этой информацией будем делать. Мы поймем, что во многих случаях простой массив с числами это не самый выгодный способ.